Новый стадион, едва успев открыться, уже стал местом баталии. Но не футбольных, а трудовых. Виталия Седаева работала инженером фермы, которая занималась установкой ливневок и канализационных люков на стадионе Нижний Новгород. Как говорит девушка, последние три месяца зарплаты она не получала и решила уволиться. Отработала две недели, пришла забрать трудовую книжку, но без боя ее отдавать отказались. На ноге у меня синяк, он желтый, по справкам все зафиксировано. Вот этот вот палец, вчера он онемел, сейчас вроде немножко получше. Что я боюсь, так это за лопатку. Ну, очень болит. Мне сказали, возможно, там даже перелом. Бухгалтер Ирина Борисовна била ногами своими туфлями. Я уволилась с работы, написала заявление, отработала две недели, приехала забирать трудовую книжку. Мне сказали, ты получишь трудовую только тогда, когда подпишешь нам документы, то, что ты получила заработную плату. Я говорю, ну я не могу вам подписать документы, если я не получала заработные платы. Не надо мне мозг выносить, я сейчас вышвырну за дверь и все. Я как могу подписывать документы, если мне не заплатили зарплату. Ты, пожалуйста, вот здесь вот постойте. А зачем вы меня выгоняете? Не мешайте мне работать. Схватила меня за волосы, вырвала клок волосы, начала бить меня ногами, вырывать телефон. Говорит, я сейчас сломаю нафиг твой телефон. Ты вообще кто такая? Ты еще и записываешь меня. Значит, я сейчас еду. Езжайте к черту на рога. Счастливый путь, Махмарыч. Вы в Америку давай, там закон действует. Я посмотрю, как там тебе мордой в пол-то дадут, махом. Дочка поработала, да. Не отдавать трудовую книжку даже до побоев, я не знаю, как это расценивать. Этим, наверное, пусть уже занимается прокуратура, в конце концов. Строительство стадиона – это федеральный объект, и деньги были перечислены, были средства. Просто эти средства не доходили до сотрудников. Просто они шли в другие нужды. В нужды, которые им нужны, а не которые работникам. Я не первый такой работник. Она закрыта. Нет, у меня кто не открывает. Хотя только-только приехал директор, мы его видели. Ну вот машина-то его стоит. Вот его машина стоит. Он из нее вытаскивал документы и проходил сюда. А камера здесь или у меня? А вот тут камера как раз висит. То есть они видят, а кто чего, конечно. Я не думала, что... Ну, я думала, что меня кинут на деньги, но не думала, что с избиением будет. Кстати, Виталия Седаева уже обратилась с заявлением в прокуратуру. И полицию, и по поводу избиения, и по поводу невыплаты заработной платы. Продолжение следует...